так всем привет сейчас сейчас попробуем это все добро залить 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 наш готовый сервер и так это просто просто вот такие ссылки вот здесь я не знаю их наверное скопируем возможно не вам по гуму помогут заливать я буду на amazon я не знаю короче я эти ссылки вставлю мало ли вдруг помогут я просто то там что-то подсчитывал то там подсчитывал то это сам давайте сейчас ставлю а потом продолжим и так вот эти ссылки вставил возможно вам помог короче 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 где она все блин вот он этих вкладок смотрите я на амазоне на амазоне во первых я купил домен 12 долларов год ком домен вот такой cpp просто ком я не шарю во всем этом еще раз говорю поэтому где-то возможно я натупил я зарегистрировал домен дальше есть такие хостезон ну я где-то шел по туториалам тут где-то туториал есть он получение доменного имени как за как то как все сейчас к этому подойдем что у меня здесь есть мне здесь он есть и пи пи просто ком домен и и и вот для моего сайта что я сделал нужно короче вводить на полностью www.cpp просто . ком и тогда будет перенаправление перенаправление куда на виртуальную машину смотрите я я я я где-то тут все это клацал короче я купил но как купил первый месяц бесплатно виртуальная машина для нее был создан мне предоставился сейчас наверное может здесь нет доминой имя я зарегистрировал дальше чё у нас регистрация доменного но здесь туториал по ним можно пройти и не все они на русском некоторые на английском но там ничего страшного нет короче 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 5 вот это по моему light стал в течение месяца бесплатно то есть что это такое это простейший способ запустить веб сервер и управлять им включает все необходимое для запуска веб-сайта это виртуальная машина хранилище на базе ssd механизмы передачи данных управления dns и статические пикороче статические пи я получил вы когда в амазоне зарегистрируетесь там тот туда-сюда у вас будут разные сервисы вот этих сервисов без лич ну много короче и вот здесь road 53 есть вот вот здесь у вас когда вы купите домен там у меня это про заняло в течение там часа или двух ну имеется ввиду вот здесь расчехлялась даже до часа для меня это заняло там несколько кликов и все а дальше вот здесь проходил а регистрации все такое короче тут есть хостед зоны короче затем я думаю разберетесь вот фишка в чем когда я получил статические пи вот он статические пи я пришел сюда создал креет рекордсет и и и и и вот здесь указал что это будет адрес там айпи в 4 адрес и указал куда перенаправлять потому что вот здесь есть еще перенаправление на какие-то амазоновские сервера то есть у меня домен то был но просто такси пи пи просто ком не работала надо было там еще добавлять всякие имена типа вот нс там 1048 ну короче в этом не шарю короче короче я получил статический и вот я связал его вот это имя ввв вот здесь вот здесь я написал ввв а это уже изменять нельзя и связал с этим айпи теперь смотрите как запустить какие-то машину веб хостинг так 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 вот здесь если вы кликните дата у вас один месяц бесплатно и в потом отдельно поклацать что дается вам в на один месяц какая дается конфигурации вы можете выбрать операционку я выбрал ubuntu на которой 512 мегабайт оперативки один в цепи учета я не понял и 20 гиг ssd то есть дается статический пи ну какой-то там приватные пи не знаю дается статический пи чё дальше дальше у вас готовая виртуалка на нее можно заливать заливать свой веб-сервер что нужно сделать перед стартом перейти в нетворкинг и добавить https к примеру вот здесь вы можете добавить там чё слушать udp tcp там и все такое все такое по умолчанию здесь было ssh и http вот 80 порт https а не было то есть вам надо add и назар ну короче здесь производить настройку дальше 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 на дальше я не знаю сторож я так поймаю здесь можно добавить новый диск но 20 гиг для моего сервера хватит с головой и так как же заливать вот это то я думаю в чем я вам помогу чтобы не рыть а как же залить а как же сделать это все такое короче у вас эти ссылки кстати лучше хранить когда вы в амазоне но ссылки на вот эти вот настройки то есть тупо взяли и скопировали вот это взяли и скопировали на ваши машины виртуально и так далее и тому подобное так вот вот он у меня есть виртуальная машина которую вы тоже получите если где-то вот сюда клацните если у вас уже будет свой вы зарегистрируетесь и один месяц бесплатно кстати вот этот тариф насколько я помню он дальше после месяца он будет его стоимость будет 5 долларов в месяц и по моему там еще будут какие-то ограничения ну как ограничение ограничение нету просто это потом выльется в денежку то есть насколько я понимаю там могут быть лимиты лимиты на количество get запроса или лимиты на количество трафика которая будет поступать и если вы его превысите там просто какие-то центы будете платить конечно же если ваш сайт сразу же станет популярным меру сервис и туда будет миллионы пользователей заходить то это будут не центы и не доллара я думаю десятки и сотни долларов но если миллионы пользователей будут заходить то я думаю это уже будет не проблема короче есть у меня виртуальная машина они разные есть где-то где-то надо поклацать и посмотреть тариф то есть разные есть и цены на самом-то деле просто аренды машины невысокие о это мне насчитал уже за за денежку смотрите сколько мне начало так 20000 get запросов уже было использовано 5 гигабайт а это меня сторож есть для тестов это отдельная отдельная короче тема я там храню некоторые файлы для тестирования ладно вот это по моему а в с а в с это по моему как раз этот виртуальная машина 20000 запросов в месяц а так у меня еще у меня всего лишь 57 57 запросов было нормально так ладно ладно это 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 я потом сам разберусь что тут мне уже насчитали в месяц это надо будет заплатить ну как заплатить она сама с карточки снимет вот вот так короче запускаем нашу машину а а еще забыл 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 ладно не забыл давайте запустим запускаю свою виртуальную машину ждем статус пендинг значит машина виртуальная запускается 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 то есть мы сегодня зальем вот эти три папочки и вот это на сервер что-то долго запускается там кстати надо будет еще скачать ключ какой ключ я а вот запустилась машина статуса раненых теперь нам надо теперь нам надо подключиться по ssh вот это если мы классным у нас идет подключение вот такой верт в консоли но фишка то в том а вот смотрите вот нет подождите вот здесь вы можете загрузить ключ смотрите чтобы туда что-то загрузить все зашифровано ну чтобы всякие кулхацкеры не сломали вашу машину так вот надо клацнуть вот сюда вот здесь вы перейдете вот здесь будет ssh кей этот ключ надо загрузить потому что этот ключ будет использоваться для обмена данными но загрузкой и выгрузкой оттуда но удаленно вот потому что если этого не будет то 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 любой кулхацкер по ssh может подключиться к вашему серверу к вашему серверу и наделать там делу вот мой сервер что я сделал когда первый раз стартанул я так давайте я для чистоты эксперимента вот это все удалю ф8 до 8 я обновил репу я там сделал так суда apd get update все обновил поэтому вам тоже совету дальше я установил же сиси не знаю для чего она установил и все и установил я midnight команд больше ничего не делал теперь смотрите вот ваш сервер вот ваша лбунта вот тут давайте создадим наш сервер папочку сервер и сюда мы загрузим все наши данные как сюда загружать для этого нужно воспользоваться я вам сейчас скопирую скопирую команды примеры команд с помощью которых туда можно загружать удаленно удаленно вот это на своей машине надо выполнять вот это пересмотрите что вот это такой light default private key это когда с тот ключ с помощью которого вы сможете авторизироваться и загрузить на свою вот эту виртуальную машину данные то есть в зашифрованном виде то есть без этого ключа у вас не не получится ничего сделать не получится ничего сделать так вот вот этот ключ вот этот ключ где он он как я уже показал полин сейчас я запутался в этих вкладках вот здесь перейдете сюда по этой ссылке ссылочки и вот вот здесь скачаете будет указана ваша виртуальная машина и вы его скачаете давайте я вот для чистоты эксперимента тоже его скачаю тоже его скачаю и сейчас он наверное где-то в даун лодзах как он называется light нет и друг бокс light 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 как не как это не тут а тут тут вот он вот он light default private key нажимаем f5 вот его скопировал сюда теперь теперь мне отсюда что мне отсюда надо мне надо скопировать сервер мне надо скопировать эти папочки короче мне надо все скопировать туда удаленно для этого для этого воспользуемся вот этими командами воспользуемся этими командами и чё нам надо сделать в первую очередь установим соединение вот таким вот образом указываю ключ чё-то на не все скопировал shift insert ладно ладно не будем копировать напишем ручками судом ssh и дальше light вот он наш ключ и с кем мы устанавливаем убунту убунту это имя пользователя в данном случае у меня наверх виртуалка короче здесь вот убунту здесь рут пользователь убунту дальше дальше имя пользователя дальше собачка и айпи это 35 180 105 сто тридцать сто тридцать сделка тут пароль вести надо так соединение соединение установлено есть теперь теперь 69 пакета может быть обновлено я ж вроде только обновлял короче это я удаленно подключился на ту машину если бы не вот этот ключ которая скачал бы но если бы его не было если бы не было защищено дату любой кул хацкер бы смог бы наделать делу теперь нам надо скопировать файлы что я делаю судо и вот такую команду используя ssipi и кстати можно вот так вот подключиться поясы саш а можно а можно отключиться и можно вместо ssh использовать вот эту команду то есть как подключиться поясы саши показал дальше вы можете удаленно работать с этим компьютером давайте еще раз mc вот и подключился запустим midnight commander и что мы видим вот наше удаленное соединение с нашим удаленным компьютером есть что у нас тут а у нас тут папочка сервер пусто выйдем ехать нажмем нам нужно тупо просто скопировать файлы это можно сделать вот таким вот образом судом scp copy файл и теперь указываем наш ключ light дальше что нам надо сервер скопировать сервер сервер вот он сервер и куда будем копировать ubuntu собачка 135 180 100 105 138 айпи указан и куда копировать копируем просто в корень хом ubuntu чё какой lost connection как connection почему connection 138 айпи правильный 100 так сейчас блин айпи неправильный низ прикиньте я бы сейчас подключился а а директория о хорошо я понял говорит директория у тебя уже такая есть удалим еще раз есть скопировала вот скорость была показана все скопировали дальше что нам надо скопировать сервер скопировали теперь нам надо скопировать папочку икон html data и сертификаты ну я тут можно рекурсивно указать чтобы она всю папку скопировала я этого делать не буду я просто сделаю вот этот сертификат перейду в эту папочку и дальше чё у нас self-signet есть crt сейчас сертификат от self-signet сертификат копирую дальше копирую ключ кей теперь надо скопировать иконочку иконочка по моему было в папке icons вот я выбираю сейчас вот здесь пишу папочку можно скрипт для этого написать все в ваших руках копирую иконку и кроме иконки мне еще надо индекс html так html data почитал справку по этой команде можно рекурсивно все скопировать либо все за архивировать что гораздо проще и одним файлом все отправить есть сделал теперь давайте поясы саж подключимся давайте я даже 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 вот это окошечко закрою а подключимся просто вот здесь поясы саж так подключились запустим на теперь смотрим вот те файлы которые мы скопировали так так теперь давайте создадим папочку https сервер и туда все переместим f6 переместили теперь в чем же проблема а проблема в том что теперь здесь нужно тоже посоздавать папочки представляете конечно же это криворуко конечно же надо было подготовиться и создать скрипты конечно же так никто не делает ну конечно же много всего ну уж извините так перенесем сюда сертификаты дальше дальше какие нам еще папки надо нам еще папки надо сейчас я перейду html data html data потому что некоторые вещи товарищи и делаю буквально вот так вот без подготовки ну сервер конечно же я подготовил какую-то его часть но не все я подготавливаю иногда вот приходится в режиме в реальном режиме это все делать так ну и это для чистоты эксперимента тоже полезно повторить опять эти действия так вроде все есть вроде все есть вроде все есть что еще надо сделать смотрите еще надо бы сделать ну как либо написать наш сервер демоном сделать из него демон либо 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 запустить его фоновом режиме ну демона так как windows есть сервисы которые стартуют со стартом операционной системы их можно перезагружать останавливать и все такое в данном случае я воспользуюсь вот такой вот команды что это за команда эта команда запускает https сервер лс запускает наш нашу программу в фоновом режиме фоновом режиме вот это перенаправляется весь вывод в консоль он перенаправляется в файл соответственно всегда можно будет по ssh подключиться посмотрите лог а в логе будут храниться ip адреса тех кто подключился так смотрите для чистоты эксперимента что нам надо сделать нам надо сделать вот так вот www.cpp просто .com а вначале https вот так как мы видим ничего не работает теперь на сервере давайте запустим выполним эту команду 443 ой нет неправильно надо в суду в режиме администратора запускать под этим портом все вот это айди процесса фонового здесь в консоли мы ничего не увидели почему потому что все ушло в лог давайте запустим midnight commander вот наш создался лог и вот здесь сервер был запущен for 443 это удаленный сервер не забывайте теперь давайте о что chrome сделал короче расчехлился что что сервер запущен откроем лог что мы видим вот был мой айпи внешний и было соединение 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 теперь давайте посмотрим 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 ну кстати не только amazon дает виртуальные машины и google дает и и ну разные 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 конторы дают в гугле тоже там не говорили там некоторые вещи попроще чем на amazon как много запросов запросов было почему не обрабатывает потому что кладиолус почему а вот подтупливает иногда видимо не хочет вот смотрите сервер был запущен и было всего лишь два запроса ф3 вот да получил давайте еще раз получим нашу страничку ну то есть сколько как долго проработает вот эта виртуалка я не знаю но но она будет работать вот вот третий запрос и так далее и я по я вы кстати я могу всех вас вычислить по айпи вот так вот всех кто будет смотреть то я увижу ваш айпи но не бойтесь я никуда никому не покажу ну чтобы зайти вы поняли https два слыша ввв обязательно потому что если ввв не будет то ничего не будет вот так вот там надо перенаправлять вот эти вот вот эти вот запросы короче я в этом не шарю и не хочу шарить на данный момент так этот так у нас работает да оно подтупливает кстати скорее всего еще из-за того что вот здесь вот здесь это 300 я так понимаю секунд через сколько будет отвечать то есть раз 300 секунд с одного айпи нельзя или хрен его знает короче работает как вы видите иконочка вот блин где-то вот иконочка подгрузилась иконочка честно стереная в интернете поэтому если кто-то имеет на нее права и смотрит видео извините ну короче так получилось ну думаю все то есть всего что сегодня что мы сделали запустили виртуальную машину это не сложно есть всякие туториалы на амазоне довольно таки подробные их надо поклацать ничего страшного ничего сложного вроде нет то есть есть возможность запустить виртуалку и запустить сервер поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся специалисты кстати которые шарят в этом всем пожалуйста поделитесь своими знаниями ссылками ну и все такое еще раз всем спасибо всем пока спасибо